Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня карта Хмао, это у нас Хантамансийский автономный округ, на который имеется большое количество интересных, уникальных объектов, мостов и сюрпризов, являющихся предметом особой гордости автора. Для прохождения карты геймерам потребуется потратить немало времени и смекалки, и многочисленные грязевые препятствия заставят их проверить все свое мастерство и сноровку. Что касается эстетической составляющей, то это она на высоте, буквально в переносном смысле, поскольку пейзажами, представляющие взором геймеров и хамов, просто потрясают. Значит, на карте, ребят, у нас будет 4 пилорамы, 1 гараж, 1 заправка, 1 лесоповала, 4 авто. Будут 2 точки погрузки, что-то как-то здесь не написано. Но, возможно, что лесоповала подразумевает под собой и точки погрузки, не исключая и такого. Вот. Автором данной карты у нас является Йети. Вот. Скачать вы эту карту, ребят, сможете в моей группе на сайте STMods и увидев ссылочку под видео. Так. Ну что ж. Пожалуй, приступим. Я предварительно посмотрел, нацеплены ли на эти автомобили, на Красный Урал какие-либо аддоны. Ничего не нацеплено. Стоят абсолютно голые на локации гаража открытого. Вот. Соответственно, меняю эти автомобили на те, которые мне больше нравятся. И, собственно говоря, начинаем новую игру. Ну вот. Появились, как я и обещал, на локации гаража. На чем бы поехать? Ёкарный бабай, она вся открыта. Гараж открыт. Точек разведки нет. Ах. Чем же мне здесь заниматься-то, ёшкин кот? Так. Ну, давайте-ка я съездю, пожалуй, в таком случае. Съездю, пожалуй, в таком случае. Открою я вот эти два автомобиля. Четыре автомобиля на карте, как и было обещано. Два. Она в гараже. Два. Вот они закрыты. КамАЗ полнопривод 6522. И УАЗик здесь 469. Непонятно для чего он здесь нужен. Ну ладно. Для массы, видать. Ладно. Продолжаем разговор. Одеваю я в таком случае УАЗик. Одеваю я УАЗик. Так. Спейс Вихал. Так. Ремонт. Или что мне лучше взять? Или топливо. Ладно. Давайте топливо возьму. Да и, пожалуй, поеду. Так. Куда там? На правее. Да. На правее нам. Грязи пока не наблюдается. Чистая дорожка. Травка по сторонам. Лисочек такой. Ассортишный. В принципе, я люблю такие ассорти леса. Не люблю однообразные леса. Там типа только хвоя. Типа только береза. Люблю ассорти. Холмистая такая дорога, вы знаете ли. Ушатанная, мягко говоря. Вот. Грубо говорить, я не стану. Как чаще всего, знаете ли. Какая же здесь разбитая дорога. Вот. Ну, это игра спинтайра. Здесь без разбитых дорог. Да? Оттого оно даже интереснее становится. Так. Давайте-ка я на автомат, пожалуй, переключусь. Я думаю, на автомате здесь тоже будет ехаться комфортно. Дорога вся исполосована. Непонятно вообще, сколько здесь этих дорог. И непонятно, для чего их. Сколько вообще здесь. Вот. Не то их две, не то их три. Не то их много, не то их мало. Короче, хватает, ребята, если что. Левее у нас уходит, ребят, мостик. Здание заправки. Заправки я, в принципе, не нуждаюсь. Поэтому продолжаю я свой путь прямо. Ой, как же меня кидает-то. Но я без полного привода. Поэтому оно и так сказывается. Ну, не грамма грязи пока что. Не грамма, ребят. Вот здесь вроде есть, знаете ли, такие элементы затемнения. А-ля здесь болотистая местность возле дороги. Не знаю, насколько она здесь болотистая. Пыль с толком из-под колес. Поэтому не могу конкретно что-то сказать. Так, ну давайте я съездю за КамАЗом. Посмотрим, в каком он там состоянии стоит. Что ему требуется для того, чтобы он мог двигаться. А может быть и вовсе ему ничего не требуется. Может быть сейчас спокойно прыгну, поехал. Так, здесь что у нас? Болотина, что ли, какая-то? Что-то как-то всю зелень. Блин, подкрашено вроде как болото, а по факту твердо, хоть танцуй. КамАЗ полностью отремонтирован, полностью заправлен. Все очень даже банально и просто. Ну, карта, ребят, пока что я вижу, что прям изи. Несмотря на то, что здесь 4 пилорамы. Кстати, вот на сайте СТМОС буквально сегодня я видел карты. Не то там 26 пилорам. Я не знаю, это что-то из грани. Я даже, честно говоря, не хочу ее брать на обзор, эту карту. Я не знаю, это... Ну, мне вообще хотелось бы узнать, сам автор ее проходил, эту карту. Я лично всегда прохожу свои карты. Последняя карта была сделана мной, называлась она карта Виторган. Я ее, правда, не стримил, ничего не делал. Я тупо в обинарии ее прошел. Отзывы о карте были неприкольные, честно говоря. Поэтому я особо не стал ее там стримить. Вот, и как-то оставил все как есть, короче. Так, ладно. Куда бы мне податься? Куда бы мне податься? Куда бы мне податься? Давайте-ка я съездю, пожалуй, на... Или этот? На этот? Ну, здесь вот какое-то озеро. Мне прямо интересно, что это такое. Но перед этим я, пожалуй, наверное, знаете ли, что сделаю? Так, ЭК. Так, Таран, Прожектор. Да, давайте топливную цистерну, наверное, поставлю. Цепи на всякий случай. Не знаю, пригодятся ли они вообще мне. Я так предполагаю, что-то грязи здесь не видать. Может быть, она там, правая сторона карты, такая безгрязевая. Может быть, мне с левой стороной карты повезет больше, в кавычках. Вау, 16 дамага, на тебе. Это вот так, ребят, гонять-то по незнакомым местностям. Так, здесь тоже дорожка Ушатайка. Вот, кстати, вот самые любимые мной дороги. Вот текстура вот именно такой дороги мне нравится больше всего. Не знаю почему, но она мне как-то нравится больше всего. Вот сюда я тоже, наверное, пожалуй, съездю чуть позже. Я сейчас доеду до Лесоповала, хочу посмотреть, установлен ли там вообще козел для погрузки бревен. Вот. Если все заканчивается автоматической погрузкой, то бишь, установлен там только локация Лесоповала, Лескозла, я считаю, это неправильно. Я даже наоборот бы, знаете ли, если вот выбирать, что установить на карту, козел для погрузки бревен, либо установить обычную локацию гаража, я бы, наверное, все-таки выбрал бы даже козла. Вот. Все-таки игра отчасти называется у нас симулятором. Вот. И в симуляторе подъезжать и тупо нажав на кнопочку загружаться, я считаю, это несколько неправильно. Вот если делать, так делать, делать, поставить козла и убрать обычную локацию Лесоповала. Вот это было бы правильнее, нежели делать наоборот. Ну или как минимум, ребят, нужно делать и то, и другое, потому что зачастую мне встречаются карты, где присутствует только исключительно локация автоматической погрузки бревен, то есть обычный Лесоповал. Ну, что я хочу сказать. Описание, конечно, было безумно красивое к этой карте. Я не... Прямо, знаете ли, блин, ожидал, честно говоря, большего. Я не просто не стану этого скрывать. Реально ожидал больше. Вот. Но... Достаточно однообразные дороги. Ну, ничего сверхъестественного я здесь не вижу. Обычная сухая дорога, без каких-либо элементов грязи, даже намеков на грязь нет. Вот. Здесь какие-то непонятные повороты. Дорога вон куда-то вообще в землю, под воду, по узла. Печаль печальная, дорогие друзья. Никакой точки погрузки я здесь не наблюдаю. Я, честно говоря, то есть нету нам здесь автоматической погрузки бревен. Не знаю, карты, по моему мнению, без автоматической, без локации лесоповалов, ой, фу, блин. Без точки погрузки, то бишь без козла этого, становится просто... Лично для меня, по крайней мере, ребят, просто бесполезно. У меня была даже мысль такая... все-таки застримить эту карту сегодня. Но не вижу смысла. Я, если стримлю, катаюсь с ребятами исключительно только в режиме симулятора. Погрузиться мы здесь не сможем, к сожалению. Не знаю, честно говоря, куда мне еще здесь можно податься. Ладно, давайте проеду я к той дороге, посмотрю, вот там, где воды, дофигеще. Может быть, там хоть как-то грязь какая-то есть, потому что вода там все-таки вроде как дорога, да, водяная. Соответственно, должна присутствовать какая-то, не знаю, минималистичная какая-то глия. Безумно хочется увидеть грязь на этой карте. Ну, вот, на самом деле, описание очень такое, вы знаете ли, громогласное. Красивые слова. Честно говоря, малость несоответствующие действительности. Достаточно однообразно. Лучше месить однообразную грязь, нежели ехать по однообразной дороге. Опять же, ребята, это исключительно мое личное мнение, и можете с ним не соглашаться. Так, да, уходим мы сюда. Здесь у нас вообще дороги так таковой нет. Вот, здесь вообще все банально просто у нас здесь. А, вот, появляются элементы грязи. Смотрите. Легкий слой грязи. Ну, хоть что-то. Хотя эта грязь, к сожалению, не видна вооруженным глазом. Это у нас что там вообще? Дорога или что? Я не пойму. Как здесь ездить? Затрудняюсь я, ребята, отчасти ответить, как здесь ездить. Но, вот здесь вот точно можно проехать, да, как бы не проблема. По окраинке, что называется, можно вот здесь вот проскочить. Вот на том берегу я вижу элементы грязи. Но это все, ребята, на том берегу, далеко от наших взоров. Так, что это я замусовал? Что, из грязи, что ли, началось? Нет, видать. А, нет, есть грязь, да. Ну, вот как-то так здесь вот оно все получается, ребят, без грязевого. Я бы сказал, в массе грязи здесь нет. Нет, ну, кто бы что ни говорил, но при соотношении... Сколько здесь дорог, да? Вот. При соотношении, какая площадь на этой карте, могу сказать смело, грязи здесь нет. Я так понимаю, автор только учится делать карты. Вот. Возможно, да. Ну, мне кажется, стоило бы было написать в этом, все-таки в описании, что не ждите там чего-то сверхъестественного, потому что, на самом деле, описание было очень красивое. Перед собой я вижу нечто противоположное. Да, опять же, вот колея. Здесь кто ездил-то вообще? И опять же, это не колея, а так, то есть, даже не углубление какое-то в землю, это так вот, какая-то поверхностная грязь непонятная. И очень широкая причем. Причем при этом, так, здесь у нас все-таки к бокам очень глубоко. И посередине тоже немелко. Нужно все-таки, если ты это сделаешь, начинаешь только делать карты, нужно все-таки об этом людей немножечко как-то оповещать, потому что, на самом деле, ожидал совсем другую увидеть. на этой карте, ну, да ладно. Более того, хотел стрим даже записать. Думался, ребят, у меня будет на чем. Почему прокатиться сегодня? По факту-то, кататься-то, ребят, не почему. Не, есть, конечно, карта с 26 пилорамами, но знаете, мне что-то как-то жить-охота. И жена мне дорога. А то зависеть на этой карте, я так понимаю, можно будет очень долго. Блин, ребят, ну, это если это автор пытался заподразить здесь колею, я хочу сказать следующий автор. У тебя это не получилось. Не получилось, дорогой друг. Блин, ну, на ютубе, лично я сам, да, вот учился делать колею. По видеоурокам на ютубе. Ну, я считаю, что ничего там сложного, нет, абсолютно. Ну, по крайней мере, ничего сложного. Открыть браузер, открыть ютуб и забить. Как делать колею? Там, написать редактор карт, спинтайрос. Как делать колею? Делать, сделать. Изразиться. Так, у меня краснеет шкала топлива. Означает это, ребят, что я скоро приеду. Скоро я приеду куда? На пилорамы. Так, вот налево здесь где-то у нас будет пилорама, ребят. Давайте я уже до газу и осталось у меня 82 литра в баке. Может быть, что-то необычное я увижу на пилораме. Сомневаюсь, конечно. Огромную локацию пилорамы я увижу на пилораме. Просто здесь можно десятером встать и разгружаться. Так, ну, ребят, я, знаете ли, пожалуй, на этом закончу. Ехать на соседнюю пилораму абсолютно не вижу смысла. Вот она здесь, где-то там за кустами. Был бы я на УАЗике, а может быть, даже к ней не пробился. Но красноречие я не знаю. Тот, кто добавлял эту карту настолько красноречие, либо непосредственно это слова автора. Ну, не знаю. Описание и то, что я увидел, две абсолютно разные вещи, ребят. Две абсолютно разные вещи. Карта мне, честно говоря, не понравилась из-за отсутствия так называемой грязи. То есть, она вроде бы как и есть, но опять же ее не видно. И есть она там, где, в принципе, могло бы и не быть. А там, где могла бы быть ее нет. Вот. Дороги достаточно однообразные. Спасибо за то, что хотя бы они ушатанные. Достаточно такие качковатые и холмистые. Вот. А на этом все, ребята. Я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и торгаться 77 с Пинтайрос. Скачать вы эту карту сможете, как я уже говорил, увидев ссылку под видео на сайте СТ-Эмоции в моей группе. Всем большое спасибо и всем пока.